Я знаю, что мне собирают деньги на то, чтобы я могу платить самоизносы. У меня есть знакомая женщина, которая работает в Москве финансовым аналитиком. Эта женщина тоже, значит, издалена в интернет. Мы с ней хорошие знакомые, она мою судьбу отслеживает. И она узнала, что мне собирают деньги. Она не поленилась, мне позвонила и сказала, «Евген Игоревич, ни в коем случае не регистрируйтесь». Я говорю, а это почему так? Деньги, думаю, не мои, в принципе. Она сидела в том, что сейчас в правительстве проработает вопрос о том, чтобы не только снизить ставку этих самых платежей в пенсионный фонд и фонд страхования, но одновременно у вас порежут пенсии. У всех пенсионеров и предпринимателей. Хотите потерять пенсию? Регистрируйтесь. Не хотите? Регистрируйтесь. Выбросованы. То есть это такие неподтвержденные данные из Москвы? Если эта женщина финансовый аналитик, я думаю, что это данные достаточно серьезные. Ну так скажите, вот вы как мудрый человек, как человек, испытавший уже все на почве мелкого бизнеса, а как жить-то тогда? Вот почему говорят одно, что бизнес с малой и средней надо поддерживать, на деле это происходит совсем другое, я так понимаю? На деле это происходит совсем другое. И видите, в чем дело? Нас давят не сию секунду, нас давят постоянно. Это на тему, можно доверять, так сказать, властям, или все-таки не нужно этого делать, целей будут и деньги, и здоровье, и настроение, и все. Я считаю, что двери властям не следуют, потому что в действиях или лишены всякой логики, или наоборот, слишком много логики, и целенаправленно начинается предпринимательство.